Шалом, это новости на первом еврейском. Главное за 7 минут. С вами Дмитрий Мирский. Минздрав Израиля призывает привиться от кори. За минувший год более 4 тысяч израильтян заразились опасной болезнью. Однако в государственных поликлиниках вакцина закончилась. А медсестры порекомендовали сделать прививку в частных клиниках за деньги. В Минздраве объяснили сложившуюся ситуацию затратами на прививки для детей. По данным ведомства, подхватить кори израильтяне могли во время поезда к заграницу. Жители сразу нескольких городов Израиля почувствовали подземные толчки минувшим вечером. Магнитуда землетрясения составила 4,4 балла, а его эпицентр находился в Средиземном море в 200 километрах от берега. Подземные толчки были умеренной силой, и многие израильтяне их даже не почувствовали. В последний раз землетрясение на территории страны было зафиксировано в феврале 2008-го. Воспитание национальной ненависти. В Евросоюзе обеспокоены содержанием литературы, по которой учат палестинских детей. Международная организация «Импакт-СЕ», занимающаяся мониторингом образовательных программ, обнаружила в учебниках призывы к поддержке борцов с Израилем и негативное отношение к израильскому государству. В зону риска попали пособия по разным дисциплинам, среди которых были даже математика, физика и биология. Евросоюз также проверит, на какие цели идет финансовая помощь европейских стран, которой распоряжается администрация палестинской автономии. Нельзя забыть. В мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Освенцим прошел марш жизни. О важности сохранения памяти о Холокосте в сюжете из Польши. После доклада бывшего дипломата и офицера запаса польской армии Яна Карского о массовых убийствах евреев Освенцими, заместитель министра обороны США Джон Маклой и военный министр Генрис Тимсон отказались бомбить крематории и железные дороги, ведущие к лагерю. Объясняет это тем, что США ведет войну ради защиты всей Европы, а не в интересах какой-либо категории населения. В то время как британское министерство авиации указывало на технические сложности бомбардировок и бессмысленности операций по уничтожению путей, ведущих к лагерю. Уже в 1942 году из расшифрованных немецких радиограмм союзники знали, что такие лагеря имеются в Бельцике, Сабиборе, Майданике, Треблинке, Хилмуно. Виновны все. И те, кто физически помогал фашистам совершать свое изверство, и те, кто своим бездействием позволяли этому происходить. Я хочу обратиться ко всем участникам программы Евростарс. Вы в течение года прилежно занимались. Знания, которые вы приобрели, приближают вас к духовности и пониманию того, что значит быть евреем. Именно поэтому вы сегодня приехали сюда, чтобы передавать эти знания своим сверстникам и следующим поколениям. Человек с перевязанной рукой и строили Гольдштейн. 27 апреля, в последний день Песоха, в его синагогу ворвался террорист и открыл стрельбу. Одна женщина погибла, еще трое прихожан получили ранения. Гольдштейн потерял указательный палец. Колонна студентов во главе с раввинами прошла маршем через лагерь с песней «Ам Исраэль Хай» «Жив народ Израиля». И как оберег от повторения катастрофы Мизуза в каждый дом. Мы хотим, чтобы в каждом еврейском доме в вашем городе была Мизуза. Марш жизни проходит ежегодно. С 1988 года. В этот раз одним из спонсоров мероприятия стал Герман Захаряев. По всему миру растет число преступлений на почве антисемитизма и ксенофобии. Время отдаляет человечество от Холокоста и трагедии Второй мировой войны. Ежегодный марш жизни – еще одно напоминание о том, чего можно было избежать. Праздник со слезами на глазах. Кириат Бялики прошли мероприятие в честь Дня Победы. Репортаж из Израиля. Отдать дань памяти погибшим пришли ветераны войны и труда, бывшие жители блокадного города Ленинграда и дети войны. Я родилась в Одессе. В Одессе, когда началась война, на второй день лишили мы воды совершенно. Получали воду по пол ведра воды. После этого я выехала. После войны я была в Ленинакане. Сначала я была шишельницей, а потом я была летящей формовщик. Я лила шестерны для танков. Так начинается почти каждая история военного детства со счастливым концом – обретением земли обетованной. И так будет всегда, пока живы те, кто помнит. Ветераны надеются, что подрастающее поколение не забудет праздник Победы, что в школах и семьях не забудут о патриотизме и уважении к своей истории. Сегодня прошелся здесь бессмертный полк с портретами. Пришли ученики и дети, чтобы услышать и узнать про ту страшную войну, которая закончилась 74 года назад. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Следите за нашими выпусками. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!